Валерий Седов Стоматологические наконечники «Фотон» и «Зубр» от российского производителя в магазине «Медтехника» на Есенина 72.2. Высокоточное производство на швейцарском оборудовании с использованием российско-австрийских материалов обеспечило европейское качество по российской цене. В наконечники завода «ФХ Тайфун» встроена блокировка обратного всасывания, что снижает риск перекрестного инфицирования до 80%. Наконечники «Фотон» и «Зубр» – оптимальный выбор для здоровья пациента. Магазин «Медтехника» на Есенина 72.2. Телефон 27 07 07. 27 07 07. Запчасти и гарантийный сервис в Рязани. В регионе продолжается активная поддержка жителей Курской области. Уже отправлено несколько гуманитарных грузов. Суммарно это больше 40 тонн. Здесь все от предметов личной гигиены до бытовой техники. Об этом на правительстве рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. Другие темы – строительство новых ФАПов, исполнение поручений по подъездам к учебным заведениям и обращения из соцсетей. На прошлой неделе Рязань приняла 80 эвакуированных граждан из Курска. Сейчас они в пунктах временного размещения. А вопросы, с которыми обращаются куряне, решаются в индивидуальном порядке. Об этом на правительстве рассказал губернатор Рязанской области Павел Малков. Среди эвакуированных 39 детей школьного и дошкольного возраста. По словам министра образования региона Ольги Щетинкиной, сейчас дети живут в разных муниципалитетах. Двое детей уже отправлены в детские сады. 23 школьника, 8 уже определились с образовательными организациями, остальные сейчас рассматривают опять-таки место проживания. Среди прибывших жителей Курской области есть те, кто рассчитывает вернуться до 1 сентября по основному месту жительства. Но мы будем готовы предоставить места всем детям в образовательных учреждениях. Кроме того, один из жителей Курской области у нас поступил в учреждение среднего профессионального образования. Другая тема – строительство фельдшерско-акушерских пунктов в регионе. Если в прошлом году их построили 15, то в этом норму планируют перевыполнить 33. Такого объема работ, по словам губернатора, никогда не было. В настоящее время в регионе смонтированы 33 объекта. 31 объект уже принят, на двух объектах завершается монтаж, в общем-то там финальная фаза. Кроме того, на 26 объектах мы уже завершали этап благоустройства, на остальных он продолжается. Мы приобрели оборудование на 33 объекта и практически везде уже закрыли кадровый вопрос. В настоящее время 14 пакетов документов проходят в фазу лицензирования и готовятся остальные 7. Первые объекты мы начнем уже открывать с сентября этого года и завершим в ноябре. Павел Малков вернулся к своим прошлым поручениям. Поговорили о подъездах к учебным заведениям, успеют ли их привести в порядок к первому сентября. Для примера поговорили о Спасском районе. Там местные жители жаловались на остановку, с которой школьники уезжали. Дескать, смотреть на ситуацию надо шире, подытожил губернатор. Не только в пределах двух метров от школы. Всего у нас необходимо по ремонту дорог, ямочный ремонт сделать 24 единицы. 14 мы уже сделали. 76 школа была сделана вчера. Из тех, которых у нас не сделано, это 30, 54, 64, 67, ну и дальше, в том числе и Центр детского творчества Южный, это все будет сделано до 30 числа. На повестке дня необычное нововведение для школьников. Теперь они могут получить первую профессию уже в школе. Представленный проект закона и проект постановления связан с изменением целевых показателей заработной платы педагогических работников в связи с увеличением темпа роста заработной платы в экономике на 15,4%. И введением с 1 сентября 2024 года в общеобразовательных школах профессиональной подготовки. То есть в 34 школах Рязанской области, учащиеся 10-11 классов, будут получать теперь дополнительно первую профессию. И по окончании школ уже будут иметь удостоверение о получении рабочей профессии. Следующий вопрос – пропаганда традиционных семейных ценностей. По госпрограмме добавится комплекс мероприятий. На это предусмотрено финансирование в размере 8,5 миллионов рублей. Средства будут направлены на финансовое обеспечение госзадания учреждения «Сервис ЗАГС» подведомственному главному управлению ЗАГС Рязанской области для организации проведения методических творческих культурных мероприятий, направленных на пропаганду традиционных семейных ценностей, выездные регистрации брака, определение пола ребенка, честный пар, проживший в браке долгий период времени. По окончанию – традиционная статистика обращений из соцсетей. Лидирует тема ЖКХ. В соцсетях писали о сроках планового отключения горячей воды. Вторая строчка – медицина. Жалобы точечные. Об открытии ФАПов, сосудистого центра в Скопине и так далее. Замыкает тройку лидеров благоустройства. Рязанцы обсуждают проект благоустройства ЦПК и ООО и просят обратить внимание на другие территории. В завершении открытого заседания правительства Павел Молков рассказал, что каждый день работает с обращением из социальных сетей и очень надеется, что так же поступают все руководители. У кого сфера ответственности касается поступающих обращений. Уже десятый год подряд в музее-усадьбе академика Павлова проводят праздник «Яблоко». Юбилей отметили с размахом. На мероприятии выступили местные танцевальные и вокальные коллективы. На торжестве также присутствовал глава региона Павел Молков. Вкусный фестиваль в музее-усадьбе Ивана Петровича Павлова проводят уже с десяток лет. Ежегодно под открытым небом яблоневый сад академика освещают, а после раздают плоды всем пришедшим на праздник. Завсегдатые праздника даже придумали свое особое поверье. Если съесть фрукт с этих вот деревьев и загадать желание, оно обязательно сбудется. Так я никуда не хожу. Позвали подруги, я согласилась. И вот мы здесь сегодня втроем с ними отдыхать пришли, посмотреть, как у нас тут красиво. Я за 33 года здесь живу в Рязани. Я ни разу здесь вот именно вот конкретно не была. Поэтому вот решила попробовать посмотреть, где наши корни, что у нас тут, какая красота. Праздник яблока совпадает с преображением Господним, или, как его называют в народе, яблочным спасом. Хотя посвящен он скорее прощальному визиту ученого сюда. Как говорят сотрудники музея, 19 августа 1935 года Иван Петрович Павлов был в своей родной усадьбе в последний раз. Для того, чтобы вспомнить, как здесь прошли его детские и юношеские годы. Сегодня на мероприятии глава региона обсудил с директором музея-усадьбы дальнейшие перспективы развития мемориального комплекса. Очень радостно, что осветил этот праздник, так сказать, своим приходом губернатор. И я говорю, что беспрецедентное его такое отношение к музею. Вот никогда не выделялось столько средств. Вот на обновление экспозиции Дома науки 30 миллионов выделено. И мы уже освоили эти деньги. У нас интерактивные панели. И, в общем-то, это новая жизнь будет. То есть мы в Дом науки вдохнем жизнь. В 2024 году музей отмечает сразу две юбилейные даты. 175 лет со дня рождения ученого и 120 лет со дня получения им Нобелевской премии. Считаю, что это потрясающий музей, очень интересный. И там великолепный директор Наталья Александровна, который, по сути, наполняет его жизнью и вкладывает душу в этот музей. И там, на самом деле, надо всего ничего, просто привести его в порядок. Мы уже финансирование выделяем. Есть планы и на следующий год. Ну и, конечно, важно еще сделать улицу, на которой этот музей находится. Она сейчас находится, наверное, не в очень привлекательном и для жителей, и для туристов состоянии. И это мы будем менять. Улицу будем благоустраивать, музей дальше развивать только. В 2023 году музей-усадьба принял участие в национальном проекте «Культура» по инициативе президента России. В рамках этой инициативы мемориальные комплексы и достопримечательности по всей стране благоустраивают и модернизируют, сохраняя историю на долгие века. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Многострадальную баржу достали со дна реки Ака. Напомним, о затонувшем судне наша телекомпания рассказывала несколько лет назад. Хронологию истории смотрите в нашем следующем материале. История эта берет свое начало три года назад. Тогда, в 21-м, Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура обязала региональной Минприроды поднять со дна водоемов остатки затонувших судов. Жалобы на это поступали от инспекторов рыбоохраны. Данные объекты обнаружены в местах миграции водных биоресурсов, которые создают угрозу именно непосредственно и для водных биоресурсов. Остатки барж, понтонных мостов находятся в коррозированном состоянии. На них присутствуют лакокрасочные покрытия, которые разрушаются со временем. То есть эти объекты являются источником загрязнения реки Ака. В 21-м таких судов насчитали 6 в Шиловском, Касимовском и Рязанском районах. За свободным фарватером на Аке наблюдает специальная структура – канал имени Москвы. Эти самые 6 фрагментов плавсредств судоходству пока не угрожают и официально считаются отходами. А это уже актуальные кадры им плавсредства подняли со дна Аки под контролем судебных приставов. Теперь баржу должно утилизировать в ФГБУ канал имени Москвы. Так решил суд. О возбуждении исполнительного производства должника уведомлял пристав. К исполнению тот, однако, не приступил и с организацией взыскали исполнительский сбор. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале службы судебных приставов. Уже после представители должника при помощи плавучего крана, который оснащен специальными подъемными механизмами, достали 30 тонн остатков затонувшей баржи со дна реки. В Рязанском фотодоме стартовал шестой сезон ежегодной выставки современного искусства «Параллели». В этот раз работы представили 24 художника. Вместе они создали ансамбль картин, в которых зритель сможет найти своего собеседника. Фестиваль «Параллели» объединяет авторов самых разных возрастов и творческих направлений. Казалось бы, в жизни они не могли пересечься, как параллельные прямые. Но в рамках творческого мероприятия все становится возможным. Здесь реалистические и сюрреалистические фотографии, абстрактная и предметная живопись. В общей сложности три зала искусства. Выставка разделена на залы по принципу колорита. Где-то теплый колорит, где-то более темный, где-то совмещена абстракция керамика и так далее. Это все-таки такие уже экспозиционные дела. Но в целом, если бы выставка находилась в одном пространстве без перегородок, она также бы имела то же самое впечатление, что и разделенная на три зала. В этом году на выставке с подзаголовком «без названия» представлено более ста работ рязанских авторов. Все они объединены темой развития человека в искусстве. Чтобы зритель мог задуматься, кто же он такой. Понять это ему помогут работы разных жанров. Среди которых фотографическое искусство, керамика, скульптура, графика и, конечно же, живопись. Мне, как куратору, не хотелось привязывать зрителя к какому-то определенному потоку мысли. То есть, если там это выставка портрета, значит, он приходит, и тут будут мордашки, которые на него смотрят. Нет, здесь есть и интерьер, здесь есть и пейзаж, здесь есть и тот самый портрет, здесь есть абстракция. И все это, на мой взгляд, лучше описывает человека, вот кто он, что это за существо, чем просто картинки с лицом. Цель выставки – создать впечатление, признаются организаторы. Пройдя по залам фотодома, зрители увидят различные жанры искусства, выполненные в разных техниках. Среди них акварель, уголь, тушь, чернографитный карандаш, масло и даже гелиевая ручка. Некоторые авторы здесь представили нестандартные для себя работы. Например, Михаил Шевченко – рязанский классик графики, показал свои ранние абстрактные картины. А Василий Колдин и Роман Багров – художники авангардного течения, здесь представлены в жанре фотографии. Анастасия Антон-Дмитрифимов, телекомпания «Город». Передвижение планет на небе нередко оказывает влияние на людей и события. Ну, по крайней мере, так считают астрологи. И если про привычный для нас ретроградный Меркурий все наслышаны, то вот чего ожидать от планеты Плутон, да, в знаке зодиака Водолей, узнали у специалиста. 20 лет трансформации – именно это ждет нашу планету, по словам астрологов. Еще в январе 2024 года, в момент перехода Солнца из Козерога в Водолея, произошло эпохальное событие. Длительный переход Плутона в этот же знак. Явление это очень редкое и значительное, уверяют астрологи. Ведь Плутон в Водолее может воздействовать на людей и мироустройство порядка двух десятков лет. О чем, собственно, энергия Водолея? Энергия Водолея, она проявляется свободно, оригинально, интеллектуально, независимо, выходя за рамки привычного. Плутон, он отвечает у нас за трансформации, за коллективную энергию, мощь, отказ от старого, власть, давление. И, соответственно, Плутон в знаке Водолея, он будет трансформировать как-то неожиданно, резко, внезапно. Плутон – это очень медленная планета. Знаки она меняет нечасто. Последний раз Плутон в Водолее был практически 300 лет назад. Оборачиваясь на исторические события прошлого аналогичного периода, астролог отмечает и те, что происходили на территории нашей страны. В России в это время правила Екатерина II, она правила 40 лет. И вот как раз-таки на те 20 лет ее правления, когда Плутон находился в знаке Водолея, пришлись очень большие и значимые реформы. Мы одержали победу, например, в русско-турецкой войне и так далее. И такое событие, которое тоже все знают, это крестьянская война, то есть восстание Пугачева, который тоже боролся за равенство, за отмену крепостного права, за отмену вот этих вот податей и так далее. Символ Плутона – феникс, который способен возродиться из пепла. Он воплощает с собой перерождение, трансформацию, влияет на массы людей, призывает к изменениям и переменам. Это планета крайностей, которая способна разрушить старую систему и создать новую. Причем помимо глобальных изменений, перемены ждут и каждого человека по отдельности. В какой именно сфере зависит от положения знака водолея в натальной карте. Астрологи уверяют, что разобраться в отдельном из аспектов сможет даже новичок. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова